Вижу, что прошли регистрацию, интересуетесь для себя дополнительным заработком, верно? Ну вот, да, да, еще работал. Отлично, я так понимаю, интересует основной заработок, а не дополнительный, верно? Ну да, заработок. Работу еще, деньги нужны. Да, Евгений, прекрасно вас понимаю, потому что на данный момент это актуальный вопрос, да, деньги нужны всем, как говорится. Поняла, поняла вас. Евгений, подскажите, а что-то слышали о сфере биржевой торговли? Нет, нет. Не слышали? То есть ранее не сталкивались, да? Не зарабатывали таким образом? На бирже не зарабатывал. А сами чем вообще занимались ранее? Ну, повезло мне, я биткоин купил и продал. Повезло, в каком году купили биткоин? По-моему, в 18-м, да, где-то. В 18-м. Угу, угу. То есть заработали на биткоине хорошо. Да нормально, прилично. Угу. И более покупок больше не делали, да, в сфере биржевой торговли? Да, больше. Никогда не торговали на нефти, на золоте, на серебре? Нет. Угу. Ну, на самом деле в этом нет ничего страшного, Евгений, потому что, как показывает практика, 80% клиентов приходят к нам без опыта. И уже спустя месяц-два показывают отличные результаты. Хорошо. А вообще с какой сферы к нам пришли? Я так понимаю, на данный момент вы не работаете, правильно? Да. Чем вообще в жизни занимаетесь? Помимо того, что в поисках работы? Ищу работу в интернете. Ищите работу в интернете. И как у вас успехи, Евгений? Ну, пока нет успехов. Угу. То есть что-то предлагают, да, пока в поисках определяетесь, правильно я вас понимаю? Да нет, вот вы только позвонили и все. Угу. Поняла, поняла. А где проживаете? В каком городе? В Москве. В Москве. Отлично. А кто вы по профессии? У меня много профессий. Много? Угу. А почему вы по профессиям не работаете? Зачем мне за 20 тысяч рублей за 30 тысяч работать? Ну да, согласна с вами. Тем более, что если у вас профессия достойная, да, и высокооплачиваемая, зачем размениваться? Согласна, Евгений. Здесь вы, конечно же, правы. Хорошо. И сколько вы уже на данный момент без работы? Да сколько? Сгода три, наверное. Четыре. А на что же вы живете? Ну, искал биткоин, купил, продал. А, и на эти деньги живете, да? Ну да. Угу. Ну, я так понимаю, хотите работать в интернете, да, минимум прилагать усилий, чтобы было больше свободного времени? Или как? Ну да, что по минимуму. А желательно вообще ничего не делайте, чтобы деньги лопатой гребсти. Ну, Евгений, вы же взрослый человек, должны понимать, что такое не происходит. Да и почему есть такое? Где это такое есть? Ну, как сказать, это называется, как говорится, ноу-хау нынешнего времени. Так. И что же за сфера? Ну, у вас же есть компьютер дома? Ну, разумеется. Который стоит, который, ну, ноутбук дома есть, да? Да, разумеется, конечно же. Вот. И вы можете на нем майнить. Майнить, называется. Майнить? Почему он, компьютер стоит, работает? Стоит, работает? Сколько уже заработали? Пока ничего. Пока ничего? А может, завтра я заработаю пару тысяч долларов будет в кармане. Вот так вот. Хорошо, Евгений, я вас услышала. Хорошо, тогда, я так понимаю, какое-то общее представление о финансовых рынках у вас имеется? Общее. А? Не знаю, я не совсем понимаю, о чем вы. Смотрите, мы являемся броксовской компанией, которая предоставляет вам выход на торговую площадку. Для того, чтобы торговать на финансовых рынках, на валютных парах, на криптовалюте, на нефть, на золоте. Также мы торгуем на новостях. Все новости, которые происходят в мире, определенно влияют на финансовый рынок, что дает возможность нам и нашим клиентам зарабатывать. Угу. Вот. То есть финансовый рынок, да, это площадка для торговли. Валютой, да, также сырьем, с целью заработать на разнице цен. То есть задача купить дешевле тот или иной инструмент, а потом продать его дороже. Ну, к примеру, заработок, допустим, на обменный пункт. Меняли когда-нибудь валюту? Ну, вы как бы не понимаете, вы хотите банку, банку купить, и потом банку продать и заработать на этом? Что, стал? Ну, про валюту вы же говорите. Нет, на валютных парах. Соотношение валют. Ну, давайте вот рассмотрим пример, чтобы вы понимали. Это рынок Форекс называется. Рынок Форекс, это международный валютный рынок. Ну, межбанк называется, правильно? Межбанк, да? Да. Ну, а вы какое отношение к межбанку имеете? Смотрите, я вам объясняю, вы меня перебиваете просто. Наша компания предоставляет вам возможность торговать не только на валютном рынке, а также на товарно-сырьевом. На рынке акций, на товарном, на валютном, на рынке облигаций. Понимаете? То есть, если Форекс, это международный валютный рынок, здесь вам предоставляется возможность торговать не только на валютных парах. Алло. Да, да, да. Да. То есть, принцип заработка на финансовых рынках – заработать на разнице цен. Купили подешевле, продали подороже, на разнице заработали. А зачем хвататься за все? Может, в чем-то одном разобраться, а не хвататься за все? Смотрите, я вам объясню, Евгений. Возможность торговать не только на валютных парах, а также зарабатывать на новостях, на нефте, на золоте, на серебре, дает вам широкие возможности. Угу. Причем здесь хвататься за все? Ну, вы говорите и то, и то, и то. До двумя жальцами погонишься, ни одного не поймаешь. Нет, я вам объясню, в чем заключается специфика нашей компании. Наша компания предоставляет вам два вида торговли. Угу. Это ручная и автоматическая. То есть ручная – это торговля с экспертом. Вы в режиме реального времени будете открывать и закрывать сделки, да? Угу. То есть вы будете понимать, как происходят сделки, как они открываются, как они закрываются, на чем они основываются, да? Также, Евгений, вам будет предоставлен краткий обзор по состоянию активов, на которых будут открыты сделки. То есть всю работу, которую вы будете вести в режиме реального времени, с вами будет сопровождение финансового аналитика. То есть вы будете обучаться всему этому. Эксперт предоставляется вам от нашей компании для того, чтобы помочь вам все сделать правильно. Угу. Распишет для вас индивидуальный план торговли, и только после того, как вы будете уверены в своих силах, начнете торговать. Это что касается ручной торговли. И есть еще, Евгений, автоматическая торговля – это автоматизированная программа, алгоритм. Сталкивались ранее с таким или нет? Алгоритм Ковалева? Нет, нет. Почему известный алгоритм? Что? Ну вы у Ковалева выкупили его, правильно? Этот алгоритм? Нет, не у Ковалева. Нет, нет. У кого? Это наш, собственный, разработанный компанией, алгоритм, нашими аналитиками. Угу. То есть автоматизированная программа, да, на основе искусственного интеллекта, которая позволяет экономить ваше время и приношать ваш капитал. Принцип работы алгоритма, он достаточно прост. Он подключается к вашей торговой площадке, и все операции по покупке и продаже ваших активов он будет выполнять автоматически. То есть алгоритм работает на основе технического анализа и ищет разницу в цене. Евгений, подскажите, какие у вас есть вопросы на данном этапе? Чудо-программа, да? Что? Чудо-программа. Ну, сказать, что чудо-программа, да, она просто экономит ваше время. Допустим, смотрите, Евгений, объясню. Если вы хотите развиваться в данном направлении, для себя узнать что-то новое, логичнее выбрать автоматическую торговлю, точнее, ручную, да, простите, для того, чтобы вы понимали, как все происходит. Потому что человек, который ранее этим не занимался, да, и не имеет представления, что это такое, как торговать, на чем торговать, здесь вам предоставляется финансовый аналитик, сопровождение, да, то есть он вам будет предоставлять аналитические обзоры, новостную информацию и прогнозы, и будет вам помогать настраивать алгоритм на выгодное для заработка событие. Какой вид торговли вам более интересен? Да не знаю, какой даже, сложно сказать. Что? Наверное, ничего не делать вообще, и лопаты, и все деньги. Ну вот смотрите, вы сидите, ждете, ничего не происходит, три года без работы. А что по итогу? Сидите, надеяться на счастливый случай. Да, не вижу, почему. Наши финансовые аналитики, которые будут проводить с вами работу, будут вам предоставлять достоверные торговые сигналы. Да. И актуальные для заработка события. Ну, эти аналитики, кстати, вы что-нибудь заработали вообще? Я имею в виду, ну, у них там жизнь вообще достойна. А как вы думаете, если они работают в этой сфере более 10 лет? За 15-20 тысяч ходят на эту работу и что-то анализируют. Что-что? Ну, за сколько они работают, сколько у них зарплата? Тысяч 15-20 тысяч. Вы сейчас в долларах говорите? Да я не знаю, в чем у вас. У нас в рублях в России. Смотрите, я вам объясню, Евгений, речь сейчас идет не о зарплате аналитика, речь идет о вашем заработке. Да почему? Смотрите, у нас Путин сказал, менеджеры, менеджеры, ну, то есть управленцы, то есть сотрудники должны хорошо оплачиваться, иначе они в другую страну сбегут. То есть по 2 миллиона вот получает у нас Сечин, по 4 миллиона там, Миллер, по 6 миллионов там кто-то. То есть вот такая зарплата в день. Поэтому если у вас аналитики, да, ну, такие хорошие, но понимающие люди, то есть соображают, они должны зарплату, то есть миллион быть в день. Ну, я так думаю. Смотрите, Евгений, я вам объясню, да, для чего вообще созданы аналитики, да? Аналитики предоставляют вам от нашей компании для того, чтобы вас сопровождать. Понимаете? То есть они полностью проводят вам вводный курс и торгуют с вами в режиме реального времени. А если финансовый аналитик, который будет вас сопровождать, не будет приносить доход, да, вы не будете вместе с ним зарабатывать, смысл нам, нашей компании, держать таких специалистов? Да просто интересно, что люди добились, вот эти люди. Что-что? Какие у них успехи? Чего они за 10 лет добились? Да почему вы думаете об их успехах? Вы о своем успехе подумаете. Ну как, надо же, человек должен сначала результат показать, то, что вот я достиг, а потом уже другие. Я вам сказала, да, что вы пройдете вводный курс, он покажет вам свою статью. Да, значит, я хочу посмотреть, что он добился, где он живет. Ну так, узнать о человеке. То есть настолько сблизить, он меня будет обучать. Я даже не знаю, о нем ничего. Хорошо, Евгений, у меня есть другое предложение для вас. Я могу сейчас вас соединить с одним из ведущих специалистов, финансовым аналитикой. Вы напрямую у него спросите, сколько он зарабатывает. Если вам настолько интересен этот вопрос, хорошо, не отключайтесь. Буквально одну минуту. Продолжение следует... Алло. 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 Да, Евгений, добрый вечер. А вас плохо слышно, микрофон поближе поднесите. Так лучше? Вообще не слышно. И далеко от микрофона. Алло. А если так? Ну, чуть получше. Ну, что у вас такой микрофон плохой? Не знаю. Всем нравится, вам не нравится? Без понятия. Без понятия. Без понятия. Без понятия. Без понятия. Без понятия. Вот девушка, предыдущая, я с ней беседовал, было лучше слышно. Так, окей, хорошо. Меня зовут Кристина, экспертная отдела компании. И хрипит еще микрофон. Она меня перекрутит. А у вас без шумоподавления вообще, что ли? Слушайте, Евгений, вы будете мне про микрофон рассказывать? Да просто это, ну, качество, ну, надо сказать, чтобы все было качественно, чтобы беседовать нормально, чтобы слышали вас. Сотрудникам прошлым у нас одинаковые микрофоны, я внимательно слушаю ваши вопросы. Какие одинаковые микрофоны? У всех? Конечно. Ну, а что такое, почему я вот девушку предыдущую, если вы услышите? Евгений, у меня нет времени обсуждать с вами работу наших микрофонов. Я понял. Я вас слушаю, какие вопросы? Вы не можете себе даже микрофон купить, у вас нет денег. Всего доброго. До свидания. Меня Валерий Воронов зовут. Как вы живете? Да нормально. Вы меня узнали, я надеюсь? А? Я спрашиваю, Дмитрий, вы меня узнали? Нет. Ну, мы с вами общались на днях. Вы у нас регистрировались, интересовались доходом через биржевую торговлю. Мы с вами обсуждали торговлю на криптовалюте. Не помню. Ну, это было всего два дня назад, Дмитрий. Вы оказывали, что вы на криптовалюте зарабатываете неплохо. Ну да, так есть, да. Зарабатываю. Ну вот, отлично. Обсуждали с вами заработок дополнительный на других рынках, возможно, также на криптовалютном рынке. Вы, кстати, за последние пару дней на криптовалюте много заработали? Да нет. Почему? Она просто активно падала. Да будет. Ну, сейчас по-толгосту... А вы активно вообще торгуете, Дмитрий? Постоянно поставлено, но то растет, то падает. То есть там... Ну, это самый властинный рынок, конечно же. Конечно же. Время от времени и такое бывает. Но я вот смотрел анализы многих криптовалют за последний год. Ну, значительно выросли. Значительно. Кто? Кто вырос? Криптовалюта. Вы на какой именно зарабатываете? Ну, самый популярный. Только на биткоине? На эфире. И еще раз? На эфире. А, на эфире. Я вас услышал. Хорошо, Дмитрий, скажите, когда регистрировали, что теперь для тебя получить? Раз, у вас все хорошо. Какой смысл был искать доход на фондовых русских рынках? Работу искал вообще. Подработку. Что-что? Работу искал. А, работу искали. Я понял. Так, а сколько же вы зарабатываете в месяц на эфире валюте? Вам не хватает? А кому сейчас денег хватает? Кам сейчас денег хватает? Ну, не знаю. Многим людям на самом деле денег хватает. А вы сколько хотели бы тогда заработать? Посмотрите, Захарченко, полковник, он дома завалил хату свою, 12 миллиардов рублей. Вы скажите, сколько ему не хватало, что он хату, ну, 12 миллиардов завалил? Это, это, это... Ну, вот такие вопросы какие создаете? Это уже, знаете, жарный. Здоровался? Ну, вы же не... Вы хотите сказать, что вы такой же человек, как и он? Да, больше все, все такие люди, но денег никогда не бывает мало. Ну, я не думаю, что если бы у вас в квартире лежало 2 миллиарда рублей, вы бы еще пытались 17 нагреть их. Ну, конечно, да. Вы бы зарабатывали себе спокойно все. Ну, это же жадность, Дмитрий. Вот его погубила жадность. Все такие люди. Если бы он грамотно все делал, то было бы все по-другому. Тогда давайте зарабатывать, потому как тогда, раз все мы такие, давайте тогда дополнительно заниматься новыми делами. Вы торговлю для себя какую рассматривали? Я искал работу. Работу искал. Доход иметь. Ну, вы его нашли, значит. А вы откуда мне зарабатываете? Отлично, это работа. Откуда я вам звоню? Я вам звоню из Москвы. Москвы, такой именно Москвы. Вы серьезно, что значит, с какой Москвы? С какой Москвы звоните? Алло. Из Москвы, из России. А, из России? Да, Дмитрий, говори, из Москвы, из России. А где-то еще есть Москва, где-то? Я не знаю, я уже заточнил вас. Ну, странное выточнение, это честно. Вы знали, что у нас президент Владимир Владимирович? Я вот, я думал, уже все уже. Медведев заступил. Ты даже не в курсе, не смотришь. Был же Медведев. Когда он заступил? Медведев вот недавно был, помните? Когда? Ну, Медведев подменял. Алло. Когда, вы говорите, поменял, я спрашиваю, когда? Ну, вот недавно, буквально подменял Медведев. Путина. И все, а больше я не смотрелся, я думаю, до сих пор Медведев. Ну, Медведев сейчас точно ничего не решает. Он пока что точно будущий. Вы что, не знали, что Медведев был президентом? А может, сейчас... То, что он был президентом, это я знаю. Вы говорите сейчас президентом. Я уже был не так давно президентом, я думаю, он до сих пор и есть президентом. А где вы живете? Я? Да, так сказать, пропитан где или нахажен? Где вы живете территориально? Почему вы думали, что Медведев президент? Ну, я сейчас в гостях. Я думаю, вы надо мной шутите. Апатия. Я в Абхазии нахожусь. В Абхазии? Да. Хорошо, чем вы там занимаетесь? Работать будем с вами? Я тесно-то отдыхаю, как-то ничего не делаю. На отдыхе. Но вы недавно регистрировались. Ну, возможно, да. Вам интересно в этом деле разобраться, Дмитрий? В чем меня? А то вы какой-то неопределенный. В чем разобраться? В торговле, Дмитрий, вы зарегистрировались в нашей компании и искали допс-доход. Это также можно заниматься работой, уделяя этому, как и рабочий график, 5.2. И зарабатывать, естественно, на больше. А вы кавычки-то? Вы какие рунтищики из криптовалютного знаете? Вы кавычки-то? Мы привлекаем клиентов. Для чего? Для инвестирования? Люди инвестируют в нас деньги, получают дивиденды. Могут разобраться в биржевой торговле. Вашей инвестиции? Конечно, в компании. Конечно, вы открываете свой счет. Так, подойдите. Инвестиции в вас происходят? Вашу компанию инвестируют прям в вас? Вы серьезно? Нет, вы в нашей компании открываете счет, инвестируя собственные деньги на свой счет. Благодаря нашей информации, сопровождению, обучению, вы будете зарабатывать в процентном соотношении деньги от вашей инвестиции. Тем самым процент будет получать компания, когда вы будете выводить прибыль со своего счета. Вот таким вот образом у нас идет сотрудничество с клиентами. У вас есть разрешение каких-то? Конечно же, у нас есть разрешение. Так есть разрешение. Вы по каким критериям выбираете компанию? Ну, по разрешению. Ну, компанию Альфари знаете? Нет. Сортитесь, прописывайте. Ну, у вас есть разрешение? Конечно, есть. Вы что, не знаете компанию Альфари? Нет, я не знаю. Что это компания? Это контрабанка. Да? Вы, серьезно, не знаете компанию Альфари? Тогда заходите, я буду вам показывать, Дмитрий. Если вы не знаете компанию, которая уже 20 лет, на рынке находится, то... Вы с Альфари звоните? Я? Да. А сейчас вы где находитесь? Я в Москве нахожусь. Ну, это офис компании Альфари, да? Еще раз. Это офис компании Альфари, да? Это офис? Альфари, да? Альфари, да. Что, Альфари, да? Какого офиса вы мне звоните? Да. Что за... Какой компанией именно? Кто снимает? Дмитрий? Я уже говорил. Можете заходить в интернет, чтобы я вам все показывал? Кто офис снимает? Какая компания? Кто снимает? Я откуда знаю, снимает? Дмитрий? Я не понимаю. Я вам все покажу. У нас есть сайт, у нас есть ВКонтакте, там вы все посмотрите. Вы сайт у меня есть тоже. И прочее, прочее. И я сам сайт сделал себе. Ну так заходите тогда. Вы чем вы голову морочите? Я могу свой сайт показать. Да, я думаю, что вы зарабатывать еще не умеете. Как? Я вам покажу то, что есть, а вы дальше сами решите. Мне доказать нужно вам, да? Или как? Вы же просите вам доказывать, правильно? Давайте встретимся. Где вы в Москве находитесь? Я вам докажу. Где вы в Москве находитесь? Давайте. Ну а то есть, по какому а то есть? Улья, Малая Семанка, дом 10. Это какой район Москвы? Алло. Заграничный. Какой район Москвы? Заграничный. Какой район Москвы? Заграничный. Нет такого района. Заграничный. Нет такого района. Алло. Да, да, да. Какой район Москвы? Я вас очень плохо слышу. Алло. Дмитрий, это шутки такие? Я говорю, какой район Москвы? Что, не понял? Как давно вы занимаетесь поиском дополнительной заработки для себя? Да пару месяцев назад. С работы уволился сейчас еще. В интернете решим, знаете. А что случилось? Почему с работы уволились? Да потому что мало там. В интернете можно больше заработать. Что-что? В интернете-то можно больше заработать. А кем работали до этого? Что не понравилось вашей работе? Супервайзером работал. Кем-кем? Супервайзер. Супервайзер? Да. Давно занимаешь? Более трех лет. Более трех лет. И что не понравилось? График не подходил вам? Или зарплата не устраивала? Да в интернете можно больше заработать. Ага. Так а почему не приступили еще тогда заработать? Да еще пока не нашел в поисках. Не нашли еще. А на данный момент не работаете, правильно я так понимаю? Ну да, пока в поисках. Тогда вы меня сориентируете, да, с чем не разобрались? Вот биржевая торговля с рынком, да, что-то было непонятно. Что не понял? Я могу вам более конкретно объяснить. Алло. Еще раз. Алло, да. Не понял. Говорю, вы меня тогда сориентируете, да, что вы общались с менеджером, что было непонятно, чтобы я мог вам более конкретно объяснить, да? Угу. Да. Так что было непонятно? Биржевую даже не помню. Что? Не помню даже уже. Представляете, сколько времени запрошло? Неделя прошла, Евгений. Ну, неделю, столетие, сколько времени. Да, ну почему? Это всего лишь 7 дней. Умница, давай. Хорошо, Евгений, хорошо. Давайте я тогда вас сориентирую. В целом, биржевую торговлю понимаете, что это такое, как это работает? Нет. Что за что? Нет, нет. Вы слышали, может, ранее о рынках, таких как криптовалютный рынок, да, валютный рынок, товаросырьевой рынок, фондовый рынок. Слышали о этих рынках каких-то? Нет. Не слышали? Нет. Я понял вас, Евгений. Вы же проходили отдел верификации? М? Вы когда ходили в банк делать свой счет, открывали. Вы же проходили, приходили туда с документами, чтобы этот ваш счет лично принадлежал вам. Верно? Я там не открывал счет. Не знаю. Вы хотите, скажем, что вы банковской картой не пользуетесь? Нет, мне электронный кошелек. Яндекс.Деньги. Это Киви кошелек. Вы же проходили Киви кошелек, Яндекс.Деньги, Яндекс.Кошелек. Вы же проходили там верификацию, верно? Вы ждали туда свои документы? Там можно любые документы писать и нормально прокатить. Еще раз? Там можно любые документы писать и прокатить. Нет. Там только паспортные данные и там. Верно, да. Так же самое торговый счет. Вы будете верификацировать? Ну а паспортные данные в открытом доступе есть. Еще раз? Паспортные данные есть на любое имя в открытом доступе. В интернете. Нет. Это так как счет это лично ваш, вы будете вносить туда лично свои документы, чтобы этот счет был закреплен лично за вами. Понимаете? Не какие-то там левые документы, которые есть в интернете, а лично ваш. Угу. Просто есть у вас какие-то по поводу работы? Ну мне нужно трудоустроиться по... Как можно трудоустроиться? Как трудоустроиться? Это заработок в интернете. Вы заходите в интернете и открываете ваши сделки. Конечно, в интернете. Так а куда вы собрались трудоустроиться? Ну к вам. Вашу же заработок. Вы искали дополнительный доход. Работка в интернете, верно? Да, да, да. Дополнительный заработок. Подработка искал. Мне нужна подработка, да. Так какие? Вам документы никакие исправлять не надо? А как я трудоустроюсь? Как я буду работать тогда? Вы будете открывать сделки и зарабатывать. Так вам не... Ну нет, вы не ищите. Я продал дороже. Вы не предоставляете, что ли, работу? Какую работу? Я предоставляю вам работу. Заработок в интернете. А компания вам предоставляет... Ну это не работа, что ли? ...на которой... Так мне не надо работать, что ли, получается? Вы будете работать. Но документы вам никакие не нужны. Вы просто проходите после активации счета, делаю верификацию. И все, и вы приступаете к работе. Так я не... Какие документы? Так вы мне скажите, это работа или это не работа? Это работа, Евгений. Но так, если это работа, так надо трудоустроиться. Кто меня берет на работу, должен меня трудоустроить официально, желательно. Налоги платить. Каждый. Алло. Алло. Алло, да. Какие документы вы хотите? Ну я говорю, что это заработок... Какое устройство? Я вам предлагаю заработок в интернете. В компании вам дается платформа, где вы будете работать, открывать сделки и закрывать. И при этом зарабатывать. Купил дешевле, продал дороже. Угу. Так вы мне скажете, это есть работа или это не работа? Это заработок, это не работа, понимаете? А заработок это не работа, что ли? Это работа, в которой вы используете свои силы, здоровье и время. А это заработок. Это как свой маленький бизнес. Ну, это не... Ну тут мне на нем не надо работать. Алло, получаете процент. Что? Я говорю, мне работать нужно? Вам нужно открывать и закрывать сделки, все. Я понял, а работать нужно вообще? Или не нужно абсолютно? Вы меня слышите, Евгений? Я вам... Да я не понимаю, вы мне можете сделать сделки. Итак, это... Вы открываете, закрываете сделки. Мне работать нужно? Но это не эта работа или не работа? Я просто не понимаю. Вот смотрите, слушайте меня внимательно. Это заработок. Вы понимаете? Вы понимаете, разве ты между заработком и работой? Ну так, на работу ходишь, тоже заработок. А или что это? Ну или подработка. Тоже нужно на работу ходить. У вас когда-то был свой бизнес? Бизнес? А на бизнесе не надо работать? Вы можете мне ответить на вопрос просто, а не вопросом на вопрос? Нет, бизнеса не было. У вас не было бизнеса. Ну так вот, смотрите, вы когда открываете свой бизнес, да? Ну что делаете для этого? Вы вкладываете свои здания, вы вкладываете какой-то капитал, и вы руководите всем процессом. Вы нанимаете людей, которые на вас работают, и они лучше вам приносят деньги. А в этой сфере получается как? У вас есть определенный капитал, за счет которого вы открываете сделки, вы покупаете акции и ждете роста более другого актива. И таким образом у вас идет увеличение вашего капитала. Если мы с вами возьмем, к примеру, там, вклад в банке, да? Да, я понял. Вот вы там ложите деньги под определенные проценты, вы там ждете и получаете несколько процентов. И при этом вы ничего не делаете. Но там процент в банке маленький. Но в этой сфере для того, чтобы каждый месяц увеличивать этот же капитал, нужно открывать сделки. Вам нужно уделять каких-то там полчаса в день, если это ручная торговля, заходить на свой смартфон, нажимать красную кнопку, зеленое купить, красное продать. Да, я понял. А как мне людей найти в этом? Мне же нужно было, получается, людей найти, чтобы на меня работали. Все-таки это бизнес мой. Каких людей найти, Евгений? Чтобы на них работали, а я, как говорится, отдыхал. Директор должен отдыхать. Организацию не нужно открыть. Я вам пример навела. Тогда вы открываете какой-то бизнес, как ресторан, строительную компанию. Да, да, ИП обычно открывают. Вам нужно людей нанимать. Вы внимательно дослушайте. А здесь заключается работа в том, что у вас создается торговый счет, на котором у вас должен быть определенный капитал, с которым вы можете работать. Вам предоставляется социалист, который вас будет обучать и говорить вам, какие сделки вам нужно открывать для того, чтобы заработать. Вы открываете сделки и закрываете их услуги, получаете из них процент, и компания получает за свои услуги тоже процент. Откажите ваши успешные сделки. Я понял. То есть компания нам не зарабатывает, да? Это вы как раз на компании зарабатываете. А я, смотрите, я тут, получается, я работаю как директор, а компания зарабатывает. Алло. Алло. Как в смысле компания зарабатывает? Я вас не могу ловить, вот ваших мыслей. Смотрите, давайте сейчас по пульсам. По порядку. ИП открываю. И работаю, получается. И я еще буду компания платить. Ты как мне? Нет, нет, нет. Чтобы бизнес вести, нужно ИП. Или ОООА открывать. Евгений, то, что я вам до этого рассказала, это я вам привела в пример, понимаете? Угу, я понял. Вы понимаете, что такое пример? Ну, пример вы как бы объяснили, как говорится, ну, то же самое, получается. Я сравнил с этим. То есть бизнес, это как бизнес. Вы сказали же, правильно? Вы знаете, что такое, в принципе, что такое финансовый рынок, фондовый рынок? Беспонять. Что такое акции компании, криптовалюта, валюта? Беспонять. 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 Биржи, вы знаете. О! Вот, хорошо. Про биржи вы знаете. Биржи это что? Это покупка акций, правильно? Да. Продажа. Вот, хорошо. Наконец-то. Смотрите, если биржи это только акции, то финансовый рынок включает в себя еще валюту, криптовалюту, товарное сырье, нефть, золото и тому подобное. Угу. Соответственно, на этих же и, соответственно, на других акциях вы зарабатываете так же, как и на акциях. Но для того, чтобы вам предоставить доступ, вам должна как раз такая компания, брокерская компания, которая вам его предоставит. И мы являемся брокерской компанией. Мы посредник между вами и всем рынком, где вы будете открывать сделки. Я понял. Так, понятно? Вы посредник. А может, я тоже буду еще каким-то посредником? Алло. Между кем посредником вы будете? Ну, не знаю. Посредником проще будет, чем торговать. Алло. В таком смысле проще. Ну, а что? Смотрите, вот. Строительство занимается подрядной организацией, подрядчики. Неплохо зарабатывает. Алло. Алло. Алло, да. Подрядчики на подрядчики. И хорошо подрядчики получают. Я тоже хочу подрядчики. Послушайте меня внимательно теперь. Ага. Вы заинтересовались дополнительным доходом на финансовом рынке. Искал работу, да. Теперь, что я вам объясняю. То, что торговля активами, это покупка дешевле, продажа дороги. Дороже, да. У вас есть несколько вариантов работы. Я вам уже про них рассказывала. Либо же с аналитиком, либо же с роботом. Аналитик 20-30% прибыли в месяц. А автоторговля 15-20% в месяц. У вас будет творительный кабинет. И у вас будет создан свой торговый счет. Там же будет находиться ваша средства, которое защищается делом передвижной инфекцией. Никто не может иметь конечный доступ, кроме вас. Для того, чтобы вам приступить к работе, вам нужна минимальная сумма 100 долларов. Это 8000 рублей. Ого, да вы что это? Вы заинтересовались активацией своего торгового счета. Вами связывается ваш специалист. Вы говорите, чего вы хотите добиться, какие суммы, что вы знаете в данной сфере или не знаете. Он вас подключает и каждый день вам предоставляет торговые сигналы. На ваш телефон вы будете видеть ваше сообщение. Тогда нужно сделать подключение для того, чтобы вы смогли заработать. Это вся информация, которую я вам могу преподнести. Если у вас есть какие-то вопросы, вы мне можете их задать. Если у вас их нет, в таком случае вам вопрос. Если за вас обсуждаемая сумма 8000 рублей, 100 долларов, и вы готовы приступить к работе, я вас могу перевести на финансовый отдел, вы проведете активацию своего торгового счета и приступите к заработку. Что скажем сейчас? Да, да, слушаю. По проекту дополнительного дохода. Ну что там, вы свободны? Можем наконец-то с вами нормально пообщаться? Да, да. Отлично. Хорошо, Евгений. Вы меня вообще сориентируете. Что там, посмотрели информацию на сайте? А, да нет, у меня нету доступа к почте. Что-что? Я на почту не смог зайти. Я пробовал установить, там номера у меня нет. Так, а что не получилось тогда? Я на почту не смог зайти, посмотреть сайт. Ну, хорошо, ну, неважно. Евгений, давайте тогда для начала с вами познакомимся, а после этого уже, в принципе, непосредственно обсудим условия, обсудим, в принципе, проект для вас подберем и обговорим, в принципе, планы вашей работы. Для начала вы меня сориентируете. Сколько вам лет? Как это отразится, я не понимаю. Ну, Евгений, вдруг вам 17-16 лет и вы с вами работать не будете? Больше 18? Да, ну да. А больше это на сколько? Вы говорите, что 17, а мне больше 18. Ну, хорошо. Хорошо, Евгений. А вы меня вообще сориентируете. У вас ранний опыт заработка при помощи интернета был? Конечно. А, более подробно можете об этом рассказать? Как успехи вообще? Ну, как сказать? X4 примерно сделал. О, неплохо, неплохо. А на чем мы работали, на чем торговали? Да я этот, купил биткоин и продал потом. С 20 тысяч вырос, представляете, с 5 тысяч. И продал. С 5 тысяч долларов? Ну да, он вообще, ну, я купил за 100. А он стоил, получается, до 3600 долларов опускался. Ага. И сколько за, сколько за, получается, вы инвестировали? Ну, 3600 долларов. Ну, я, он стоил опускался. А я где-то 4, но пускай округлю 5000 долларов вот так вот потратил. Так, ну где-то вот, инвестировали 3600 примерно, да? Ну, нет, я, он опускался, я купил 4 с чем-то. Я просто округляю 5000 долларов, вот и все. Так, ага, я понял, а сколько биткоинов купили? Ну, один. А, один биткоин. И продали за сколько? Где-то 19600 долларов вот так. Вот, так вы нормально так потеряли, я хочу вам сказать сейчас. Нет, я заработал. Сейчас биткоин 65 тысяч долларов. В смысле я потерял? Я заработал. Вы заработали, я, вы заработали. Я не потерял. Ну, я имею в виду сейчас. Сейчас вы могли бы его продать за 60 тысяч долларов. А вы знаете, он сейчас, это, надо покупать сейчас. Он может стоить, повторяйте, 500 тысяч вырастет, этот, 500 тысяч сейчас будет стоить, потеряете деньги, как так? Это, называется, синдром какой-то, какой-то, этот, фо-мы что ли, какой-то синдром. Упущенный выход. Такие деньги. У вас нет такого синдрома? Ну, есть, есть, конечно. Ну, а что же вы не покупаете сейчас? Смотрите, а то вырастет, говорят, будет 500 тысяч стоить. Как минимум 100 тысяч долларов будет стоить, представляете? Ну, знаете, покупать это рискованно, вдруг упадет в цене. Сейчас коррекция. Подождите, а как тогда вы говорите? Лучше зарабатывать на СИГИ. Нет, подождите, вы говорите то, что вот вы гляньте, сколько это. А на тот момент, смотрите, вернитесь в 17 год. Таких людей много было. И что они потом, на 3 года остались ждать, да? Пока он отрастет через 3 года, да? Ну, много кто остался, в принципе, много кто, понимаете? В 17 году много таких было, кто купил. Ну, много кто купил, много кто купил, много кто оставил. Ну, вот. И именно таких людей много купил. А потом сели вот так, сидят, ждут, пока стоят. 23 года пришло ждать, да? Нормально, да? А вы что, сейчас тоже уже думаете покупать себе биткоин? Да вы что? Я на тысяч на десяти, на восьми куплю, да и все. Ну, я так понимаю, вы уже все свои биткоины продали. Я сказал, в 19 600 продал. Нормально заработал. Что, плохо? Ну, достаточно неплохо. Ну, в любом случае, любой будет хорошо. Не, ну, если вы смотрите, я просто не понимаю выводы. Вы говорите, что этот... Вот, смотрите, он сейчас стоит. Ну, а вы просто, давайте как сделаем. Вот вы купите сейчас, а он завтра вырастет. И вы мне пожалуйста скажите, вот я купил, а он вырос. А так, конечно, нет никаких невложений и так рассуждать. А представляете, вот он до 10 тысяч упадет. Вы мне позвоните, я вот купил по 50, а он уже 10 стоит. Евгений. Ну, а потом, конечно, можно бесконечно сносить. Он может и 5 лет, а может он вообще не отрастет потом до этого, до максимума стоит. И он так и заработает. Евгений, я так понимаю, вас интересует именно криптовалютный рынок. Хотели бы больше работать именно с этим рынком, правильно? Вот гляньте, как растет. Вот, смотрите, вы брали его, покупали биткоин, когда он по 44 стоил? Я биткоин когда-то покупал в 2014 году. Нет, нет, смотрите. Он вот на коррекцию опускался до 44 тысяч. Вы его покупали? Евгений, давайте не говорить о том, что было когда-то. Тем более, я уже давно биткоин продал, его уже не вернуть. Так я нет, я говорю, вы вторгуете вообще? Давайте лучше с вами побеседуем о реалиях, хорошо? Ну, реалиях на коррекциях вы покупаете, продаете. Смотрите, вы сейчас оставили регистрацию. До коррекции биткоина еще очень далеко. Далеко. Смотрите, а подождите, а вот это не коррекция была? С 64-65 до 44. Коррекция биткоина была 2 месяца назад, Евгений. Нет, в смысле, а это что это было? Что это было? С 64-65 был максимум. А получилось до 44, это не коррекция? Вас интересует информация о биткоине или как, Евгений? Я у вас спрашиваю, это не коррекция на 20 тысяч долларов? Это что это было? На 20 тысяч долларов? Ну, 65 до 44. Ну, подождите, а вы говорите 2 месяца назад. Вы посмотрите, как это было. Это буквально, не знаю, даже месяц назад не было. Евгений, у вас сейчас будет аналитик. Когда вы станете партнером нашей компании, вы перейдете в аналитический отдел. И там вы можете об этом говорить бесконечно, Евгений. Так вы сами начали разговоры. Так, Евгений, я ваш аккаунт-меншер... А зачем вы тогда разговоры вначале? Я работаю здесь для того, чтобы помочь вам активировать ваш торговый счет. Нет, зачем вы сами разговоры начинали? Чтобы вы стали партнером нашей компании и перешли в аналитический отдел. Зачем вы начинали разговор, на чем я заработал? Зачем вообще? Я у вас спрашиваю опыт, понимаете? Ну, я вам сказал, я вам сказал, да, заработал. Чтобы я понимал, как устроить с вами разговор. Ну, я вам сказал, сколько вы. А вы начали это на чем? А по какой сумме продали? Зачем это было спрашивать тогда, если вы не хотите на эту тему... Хорошо, Евгений, я вас услышал. Я не понимаю. Потому что об этом можно говорить бесконечно, Евгений. А зачем вы тогда на это говорите, если, может, бесконечно? Евгений, я спросил про ваш опыт. Про ваш опыт, чтобы понимать, какого аналитика вам подобрать. Какая стратегия работы будет? Вы же сказали, вы смотрите, он сколько стоит. Вы там не заработали. Так нет, я имею в виду то, что вы заработали. Я имею в виду то, что вы могли заработать еще больше, если вы поддержали биткоины. Так он завтра будет 10 тысяч стоит. Я что, заработаю, что ли? Завтра он на 10 тысяч упадет. И что мне потому? Вам позвонить, смотрите, он 10 тысяч стоит. Поэтому более выгодно сейчас зарабатывает на CFD-контрактор. А вы знаете, что такое CFD-контрактор? Вы зарабатывали когда-то на СВД-контрактах? Ну, это ерунда полная, скажем. Почему? Ну, вы посмотрите, что это такое. Определение, знаете, СВД-контракта. А что это такое? Ну, определение, знаете. А вы знаете, что это? Я понятия не имею. Ну, по названию ерунда. А почему? Ну, определение, знаете, вот это? Евгений, давайте вот вам один пример просто наведу. Это контракт на разницу в цене, понимаете, Евгений? Ну, конечно, я понимаю. А что у нас? А у нас в торговле что идет? Не на разницу цен? Вот я купил, продал. Подросла, продал, заработал. Ну, так смотрите, Евгений, когда вы напрямую инвестируете, ну, послушайте, ну, не говорите со мной в унисон. Ну, успокойтесь немножко, раз, вас. Так я спокоен. Давайте я вам расскажу, в чем разница торговли на СВД и напрямую в инвестирование. Давайте я вам просто объясню, хорошо? А вы мне послушайте. Да, да. Смотрите, когда вы напрямую покупаете биткоин, вкладываете в него свои деньги, если цена на него растет, да, вы на этом зарабатываете. Но если цена падает, то вы будете терять свои деньги. А когда вы работаете на СВД-контрактах, вы не покупаете сам актив, а вы покупаете контракт на разницу в цене. Это значит, что вам не важно, вырастет цена или упадет. Вам самое главное знать правильную информацию, чтобы вовремя купить, когда цена падает, и чтобы вовремя познать, когда цена падает. Понимаете? Ну вот смотрите, вы его покупали, думаете, он будет в рост ставить, а он в нее где-то в падение идет. И вот заработали. Кстати, и в СВД-контрактах сливают весь депозит сразу. И сливаешь весь депозит. Торговля – это не казино. Здесь люди не угадывают. Для этого существует фундаментальный технический анализ, инсайдерский источник информации. И мы знаем правильную информацию. Много заработали. Достаточно, Евгений. Ну сколько достаточно? Сколько? Евгений, вам мой доход ни о чем не скажет. Ну как, вы мне спросили, сколько биткоинов, сколько чего. А вы, значит, это не можете сказать, сколько чего у вас есть. Евгений, понимаете? Да, я работаю на СВД-контрактах. Ну сколько заработали? У вас фундаментальный анализ там помог. Я зарабатываю примерно от 1000 долларов. В день? От 1000 долларов, да. В день зарабатываю? В месяц. В месяц, Евгений. А что так мало? А почему мало? Я же почему вам... Ну, я же вам не говорю точку. Я говорю вам от 1000 долларов. А вы там уже себе гадали. Это у вас такой депозит за все время вы собрали, что доход от 1000 долларов у вас идет. Евгений, я работаю уже 5 лет. До сих пор не можешь депозит нормальный собрать. А что для вас нормальный депозит? Ну, у вас нормальный процент будет хотя бы, доход хороший. Какой процент для вас является нормальным? Я говорю, вы говорите, я зарабатываю на среде контракта. У вас какой депозит, какой у вас процент? Я вообще не понимаю, о чем вы речете. Евгений, вас интересует мой доход? Или же вы отставили регистрацию ради своего дохода? А зачем вы про меня тогда спрашиваете? Евгений, потому что у нас получается сейчас какой-то конфликт, понимаете? Ну, вы про меня спросили, я вас начинаю спрашивать, вы не говорите. Евгений, смотрите, Евгений, я хотел просто уточнить, какой у вас опыт в сфере инвестиций. Чтобы подобрать для вас аналитика, разработать для вас стратегию работы, бизнес-план. Да вы сами себе сделаете стратегию, ема. Вы, видите, вы 1000 долларов несчастных зарабатываете. Евгений, за 5 лет у вас успех только в 1000 долларов. Смотрите, Евгений, я зарабатываю достаточно. Я нигде не регистрируюсь, какие-то дополнительные доходы я тебе тоже не ищу. Ну, только людей обзваниваешь, да? А вы оставили сейчас регистрацию, я хочу вам помочь, ну, в принципе, чтобы вы зарабатывали, понимаете? А у тебя как работа? Нормально ты себя чувствуешь? Прекрасно. Нет, ну как ты, ты женщины не ощущаешь? Евгений, смотрите, мы с вами в песочнице вместе не играли. Ты женщины себя не ощущаешь? И на ты мы тоже не переходили. Евгений, успокойтесь. Ты женщины себя не ощущаешь? Женщины. Я? Да. Евгений, а вы за это очень сильно переживаете? Да нет, вот ты просто на бабской работе сидишь. Звонилкой. Я? Звонилкой, обзваниваешь людей. И что ты, ну, я просто спрашиваю, ты женщина сейчас ощущаешь? Евгений, мне просто интересно. Евгений, вы мне просто, ну, я хочу просто поинтересоваться, от какой цели вы оставили свою регистрацию? Вам не с кем поговорить? Вы ищите какого-то психолога, друга? Вам какое дело интересно? Евгений, вы зачем зарегистрировались? Да вам какое дело зачем? Мне просто интересно. Там что, я комментарий оставил, мне позвонить или не обязательно, да? Или что? Или обратный звонок заказал? Или что? Вы указали свой номер телефона. И что? Сейчас на любой бирже, сейчас на любой бирже, сейчас когда регистрируйся, нужно оставлять номер телефона, почту. Там почему-то не звонят. Я скорее всего понял. С московской биржи почему-то не звонят. Вы просто немножко, вы просто немножко, знаете, почитали информацию какую-то в интернете, да? Придумали себе сказку и просто оставляете свою регистрацию, да? С московской биржи почему-то не звонят. Я там все равно номер оставил и почту оставил. А вот вы звоните, да? Вот что отличает, понимаете? Евгений, я сейчас говорю сейчас о московской бирже. Евгений, я сейчас у вас спрашиваю о вашей регистрации нашей компании. Да ты мне с московской биржи даже не звонят. Понимаешь? Сколько бирж зарегистрировался, ни с одной не звонят. А ты звонишь. Евгений, я не с московской биржи вам звоню. Да мне без разницы. Мы являемся инвестиционной компанией, дистрибьюторной компанией. Да ты понятия не имеешь о чем-то. Несешь какой-то круглый, ССД контракт. Контракт на разницу в цене. О чем ты речь ведешь вообще? Сколько ты заработал? Откройте, вы когда со мной общаетесь, я буду вам говорить какие-то слова, вы просто гуглите их. Да, да, да. Ты знаешь, что это, за пять лет ты депозит на тысячу долларов собрал. Молодец. Из тысячи долларов зарабатываешь тысячу долларов. Это успех. Евгений, замечательно. Но я хотя бы зарабатываю. Успех. Но где-то я не знаю, зарабатываешь ты, нет. Евгений, повторите, не услышал вас. Ты зарабатываешь на какую карту? На какую? На чем? На какую карту? Карта как? Какой цифр начинается? Что? На какую карту ты зарабатываешь? На какую карту? Ну. О какой карте вы говорите сейчас? Ну ты же на карту денег выводишь вообще? Или у тебя не там, в личном кабинете? Нет, Евгений. Смотрите. Ну, дай мне на карту я сейчас посмотрю. Играли. Транзакции все. Давай. Какой вы умный. Ну, давай. Чего ты боишься? Евгений, давайте я вас переведу сейчас на службу безопасности нашей компании. Давай. Посмотрите, с какой целью вы оставили регистрацию, хорошо? Давай. Хорошо. Алло. Алло. Здравствуйте, меня зовут Мария. Да, да. Как могу к вам обращаться? С Евгений. Очень приятно, Евгений. Я представляю службу безопасности компании Ассад Групп. Скажите, вы у нас оставили свои контакты. Да, да, да. Вы попросили звонок аккаунт-менеджера. А с какой целью вы регистрируете? Я не просил вам то. Не, 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 ни в коем случае. Нет. Не, не. Просили, просили. Если вы зайдете на свою почту, вы там будете видеть письмо, то, что вы не активировали свой депозит и ожидаете звоночек аккаунт-менеджера в течение 24 часов с момента вашей регистрации. Я не знаю, я на почту эту, я не пользуюсь, там новоспалм приходит, так что извините. А вы фейковую почту, да, указали? А? Фейковую почту указали, правильно я понимаю? Ну, какая разница, как вы указали? Большая разница. Мне важно понимать, вы с какой целью зарегистрировались? Так я везде на московской бирже зарегистрировал. Я только на бирже зарегистрировал, что ни с одной не звонят. Зачем ты зарегистрировал? Вы зарегистрировались в финансовой дистрибьюторской компании на другом отношении Ассоцгрупп. Не о чем не говорит абсолютно. Окей. Просто я не понимаю, вы с какой-то определенной целью регистрировались. Вы желаете зарабатывать? Ты зачем мне дошел на московскую биржу, зарегистрировался, мне туда не звонят. А вы почему звоните, еще так спрашивают, зачем ты зарегистрировался? Ну, потому что вы у нас регистрацию ставили, вам пошлинил аккаунт менеджер. Я вообще у вас перезвонил, я в Газпром Инвест регистрировал. Ну, а как бы мы тогда вам перезванивали? Откуда мы ваш номер можем дать? Газпром Инвест, блин, базу раздает вам. А теперь вам где-то базу купили, мне звоните теперь и не какие-то претензии предъявляет. Что мы купили? Я не регистрировался, я вообще-то компанию первый раз слышу. Я в Газпром Инвест регистрировался. Потому что, да, вы зарегистрировались по рекламе. Потому что Газпром Инвест вам продал данные. Все, и вы мне звоните еще. Вы представители данного проекта, поэтому вы прошли регистрацию. Я этот сайт, который, вот, вы говорите, я его даже не могу в Яндексе найти. Я его писал даже, даже просто не могу найти. Не то, что зарегистрировался. Какой сайт вы ищете в Яндексе? Ну, вот это вот, который вы говорите. Вот этот парень предыдущий говорит. Какой сайт я вам назвала? Вот этот сайт, вот этот, да, который вы говорите. Я его искал в поиске. Какой сайт я вам обучила? Вот который вы представляете. Вы не знаете, какой у вас сайт, что ли? Ну, так я вам обучила, а вы о каком сайте? Повторите, что я вам сказала. Ну, вот об этом сайте. Я даже не могу в поиске вы найти. Я его тогда писал и искал. А как называется этот сайт? Да я откуда знаю, что я помню, что ли? Так я же вам только что озвучивала, вы же говорите, что вы о нем в Яндексе читаете. А о каком сайте вы читаете информацию, название сайта? Я говорю, я даже в Яндексе не могу этот сайт найти, понимаете? Ага. Ага. А вы говорите, а вы как-то говорите, я там зареистрировал. Евгения, а какое у вас гражданство, скажите? Какая разница? Большая разница, я просто слышу, у вас такой явный диалект. Угу. Я понял, и что? У вас гражданство какое? Какая разница? Ну большая, потому что не все страны могут, к сожалению, инвестировать на финансовые рынки свои деньги. В России знаете, сколько народностей? Что? В России более 150 народностей, если не ошибаюсь, а может и больше. А мы сейчас и более 200, понимаете? А вы сами родом из Украины? Я из России, е-мое. Ну у вас постоянно выраженный диалект. Ну вообще это печально, что сказать. Очень печально. Ну, наверное. Что сделаешь теперь? Ну мне важно понимать ваше гражданство, чтобы я могла заблокировать ваш аккаунт. Я понял. Для этого нужно посмотреть в паспорт, чтобы понять. Либо проверить данные по ФСН, правильно? Да. У вас гражданство РФ или нет? Ну проверьте по данным в Телеграме. Так а зачем мне тратить на это время? Я же вам задаю вопрос. Я сказал, МРФ, а вы там думаете, что хотите? Хорошо, смотрите. Вы у нас оставили регистрацию по данному проекту с целью дохода, правильно? Вы хотите зарабатывать. Я у вас даже не регистрировался. Я говорю, в Газпроме регистрировался. Вы зарегистрировались по рекламе, в интернете. В Газпром он есть, в Холдинг. Правильно. Мы представляем данный проект. На нашей торговой площадке по данному проекту вы можете зарабатывать деньги. Да. Вы вообще имеете опыт в сфере инвестиций, трейдингов? Конечно. Да, сколько лет уже работает в этой тюрьме? Нет, трейдинги не имею. Я в сфере инвестиций немножко. Вы просто инвестор, да? Который привык получать дивиденды, но самостоятельно вы не торгуете. Так я понимаю? Нет, никаких дивидендов. Что? Я просто купил и продал. Я чисто подождал и продал. Ага, я поняла вас. А чего же вам не хватает, чтобы вы стали успешным в сфере инвестиций, чтобы вы еще где-то регистрации оставляете? Так я в Газпром. Я вас не оставляю. Я в Газпром хотел инвестировать. В Газпром. Правильно. Вы будете инвестировать в акции Газпром. Есть три потока, на которых вы можете зарабатывать. Северный поток, турецкий поток, и сила Сибири. А вы какое отношение вы к Газпрому имеете? У вас вообще есть лицензия? У Газпрома есть лицензия. И мы вам выдаем лицензию по данной торговой системе. Вы вообще какое отношение имеете? Я ответила на ваш вопрос. Какое отношение имеете? Какое вы отношение имеете? Мы торговая площадка Asset Group, которая предоставляет вам данный инструмент для того, чтобы вы могли зарабатывать деньги. И где она размещена? Представители Бангопроекта Российской Федерации. Размещена. Вы имеете в виду, что где находится компания или что? Ну да. Компания находится в Эстонии, в городе Таллине. А я нахожусь в России. Замечательно. Ну в чем суть вашего вопроса? У вас есть лицензия от Центрального банка Российской Федерации? Нам не нужна персональная лицензия или регуляция. Мы не мелкая частичная компания, мы европейская организация. Мы выходим в рынок непосредственно с банками и партнерами, которые являются нашим поставщиком ликвидности и гарантиями сохранности ваших средств на сегрегированных счетах. Я ответила на ваш вопрос. Какие банки? Банки всего мира. Мы международная компания. Ага, я понял. А как это проверить? Как это проверить, что вы долго работаете? Через банк, в котором обслуживается клиент. Вот вы в каком банке обслуживаете? Я вообще в России, они про вас даже не знают. Как это не знают? Мы с Россией работаем уже более 9 лет. Вы в каком конкретно банке обслуживаете? Сбербанк. Сбербанк. Давно являетесь клиентом Сбера? Нет. Недавно? Ну да. Ну сколько вы уже обслуживаете в Сбере? Да недели две назад. Две недели? Угу. А для чего вы там вообще открывали счет, с какой целью? Чтобы кредит взять. Кредиты берете? Конечно. Сбербанк хороший кредит. А зачем вы берете кредиты? Чтобы инвестировать. Ну как вы ничего не... Берете кредит, чтобы инвестировать? Конечно. Дополнительные. А вы что, не работаете нигде? А зачем? Я на инвестициях зарабатываю. Ну а помимо инвестиций, я не знаю, у вас свой бизнес какой-то? Или по найму где-то работаете? Ну я же бизнес, да. В Газпром будем... В какой сфере? Да, в Газпром инвестиции. На акции будем зарабатывать. Что ж там? Заработок на акциях. Ну ладно, давайте будем зарабатывать. Я же пойду тут сделать зал карты уже. А, ага. Я поняла вас. И сколько вы желаете вообще зарабатывать на акциях Газпром? Ну там 16 рублей с акции получается, дивиденды. Что еще раз? 16 рублей с акции, акции 200 рублей. 16 рублей с ставкой это где? В казино? Ну акции, одна акция. Это вы сейчас в бухгетных конторах каких-то говорите? Или просто на финансовом рынке ставок-то нету? Дивиденды 16 рублей с акции. А, 16 рублей с акции. А мне слышатся ставки с акции. А, ставки. Вы по своему, как говорите. Нет, мне просто послышалось. Вы говорите на громкой связи, и я вас очень плохо слышу. Если бы вы взяли ближе к трубку, вот сейчас я вас хорошо слышу. У меня не громкая связь. Просто где-то, где-то не громкая. И сколько же вам нужно зарабатывать в месяц так, чтобы вам, ну, интересно было бы работать в данном проекте? Ну вот считайте, сколько, с миллиона получается, на миллион на сколько. Я считать ваши доходы не буду, я не ваш личный финансовый аналитик. На миллион можно, на миллион, вот получается, столько можно акций взять. Вот такой будет доход. Можно взять 10 миллионов. Ну, так и сколько это будет в месяц? Сейчас 50 миллионов берут, а? И сколько это будет в месяц? Да я не знаю, ну, небольшой доход получается. Ну, считайте, вы же считаете свои доходы, расходы, я не знаю, или как? Да зачем, главное, чтобы заработать и кредит, как говорится, отбить часть хотя бы. Какую сумму вам нужно кредита отдать? Да я еще не брал, я пока вот так вот прикидываю. Ну, вы же открыли кредитную карту в Сбербанке. На какой лифт вы открывали карту? Сколько вы теперь должны в банке? Карту не открывал, там просто карту получаешь, потом можно брать на карту. Кредит наличными, да? Нет, на карту. На любую карту можно брать. Сразу на карту деньги приходят и все. Ну, хорошо. Вы уже планировали, какую сумму будете брать, какую сумму вам нужно будет отдавать? Нет. Я поэтому думаю, я же с Газпромом, как говорится, российская компания в России находится. А у вас вообще в Таллине не находится, то есть вообще. Я не знаю, каким образом. Ну, а при чем, подождите, вы понимаете, что такое компания-посредник вообще? Кто такие посредники? Немножко терминологию понимаете? Ну да, и это те, которые как бы бездельники, бездари. Кто бездарит? Ну, а кто еще? Они просто так получаются. Что же у вас такое, я не знаю, вы какой-то весь на негативе. Что у вас произошло, я не знаю, вы плохой день у вас, начальник вас отругал, супругой поругали. Что вы такой весь на негативе? Посредники это бездарит? Посредники это люди, которые отдают человеку какой-то инструмент, не знаю, там, чтобы человек мог зарабатывать. Ну, как это? Ну, вы много заработали? Достаточно зарабатываю. Ну, сколько достаточно? А зачем вам, знаешь, сколько я зарабатываю? Сколько вы зарабатываете в месяц, Евгений? Да он плавает доход. Я не могу сказать. Плавает. Ну, в среднем плюс-минус в месяц. Какой доход у вас? От 100 до 400 тысяч, 500 тысяч, может. Ну, 500 не будет, вряд ли 500. А может, и 500 будет, кто и знает. Ну, вы так неуверенно говорите, вы придумываете сейчас. Давайте говорить о реальных цифрах. Сколько в месяц зарабатываете? Ну, я же говорю, прыгает от 100 до 300, 350. О, что-то такие скачки у вас. Ничего себе. А вообще, где-то вы так зарабатываете, что у вас эвалируется доход. На жестких дисках, на майнинге зарабатываете. А-а-а, на майнинге зарабатываете. Вот посмотрите, можно даже, вот у вас компьютер есть, можете. Чия поставить. Одна Чия стоит 1000 долларов. Вы можете поймать блок и заработать сразу 2000 долларов просто. Обязательно просмотрю, когда меня это заинтересует. Спасибо вам за такую рекомендацию. У вас есть компьютер, и стоит пустует. Вы можете сразу 2000 баксов просто без вложения, без ничего заработать. Представляете? Как-то без вложения. Компьютер покупаете, уже вложение. Зачем покупать, если он уже есть? А-а, ну так вы же его покупали перед этим, чтобы он у вас был. Так, а я же уже, я же в любом случае он стоит. А зачем это считать? Ну вот стоит он в пыль ловит. Уключите, пусть он денежку заработает. Угу, замечательно. А зачем? А это вы, вот так вы поставили, допустим, вот сейчас, как говорится, если этот инструмент, типа, вот сразу надо денег будете высчитывать, или вы сначала покупаете, у вас лежит он, а вы потом как бы вспоминаете, сколько уже отдали, и высчитываете что-ли. Ну то есть если вы на стройке работаете, то есть это молоток купили, вы потом как это... Ой, не дай бог, я на стройке не работала, не хочу, не желаю. Молоток, молоток, пошли на стройку, сломался молоток, вы потом что, деньги вы, этот, из зарплаты, ну, берете, идете покупаете новый, правильно? А если он у нас лежит, лежит, вы же не считаете там хоть так? Мне еще за молоток нужно денег. Ну почему, ну человек, чтобы купить молоток, же потратился, вложил же в этот молоточек деньги, правильно? Ну а компьютер, он стоит дома, сейчас у большинства людей стоит компьютер обычный, персональный. Ну да, но люди его покупают, что деньги. Вот, сразу вот монетка Чия стоит, там, полторы тысячи доходил. И можно просто на жестких дисках майнить, пожалуйста. Окей, но тем не менее, вы хотите зарабатывать еще больше денег. А на что вообще хотите зарабатывать? Как начать? Чтобы еще больше расширять. А зачем еще больше? Для чего вам нужны деньги? Это бумага, которая обесценивается, как же? Какая бумага? Я не в бумагу, я в доллары, в евро. Ну, деньги это что? Деньги это бумага, бумагу печатают банки. Из-за этого бумага обесценивается. Поэтому грамотные инвесторы вкладывают деньги в более, скажем, твердые активы, убежища. Такие, как золото, серебро, не знаю, японская иена, швейцарский франк. Да нет, это ерунда, да нет, я думаю, это ерунда, кажется. Ну, наверное, ерунда, ведь мир так зарабатывает, и банки в том числе зарабатывают. Ну, пусть это будет... А сколько они заработали? Ну, за год примерно? Ну, не знаю, я к ним в карман не лезу. Подождите, а что? В любом случае, как бы вы там ни говорили, нет-нет, но банки все равно зарабатывают. Нет, смотрите, вы говорите, вот надо вкладывать. Я вам скажу, куда надо вкладывать. Я вам подскажу. А ну, давайте, расскажите мне. Я вам подскажу, вот это. Есть такой актив, этот, товар называется, товар, называется видеокарта. Вот она, получается, стоит, можно было купить ее по 12 тысяч рублей, можно было ей пользоваться, а сейчас она стоит, баснословно, в 5 раз подорожала. Это буквально вот, не знаю, ну, около года, то есть, то есть, рост в 5 раз. А если бы цена упала, и что потом делать? В смысле, если бы цена упала? Так продавайте, вот устраивает цена в 4 раза дороже, то есть, можно на ней зарабатывать, можно продать ее. То есть, вот и заработать, заработать на ней можно. Да, то есть, вы утверждаете, что торговля активами на финансовом рынке, это ерунда, да? Ну, по сути, вот, я говорю, вот рост какой. То есть, можно, люди покупали, получается, в магазине, вот, вот, новые сейчас видеокарты в 37. За 50 тысяч, а сейчас она стоит 150 тысяч. То есть, вот он заработал. Ну, пускай они за 100 тысяч продадут, 50 тысяч просто. Сколько вы на этом заработали, вы лично? А я не продаю. А почему? Я, ну, как, у меня нет выходов, вот у кого-то покупает, ну, долга срок. Просто вы мне столько даете информации, а сами на этом не зарабатываете, как-то странно. Ммм, странно, да. Я вам говорю о реальном заработке, на котором тоже зарабатываю. А тут что, а вы не расскажете о каком-то доходе, на котором вы не зарабатываете даже сами. Так о чем можно говорить? Почему не зарабатываете? Ну, вы только что сказали. Так я же вам говорю, я зарабатываю на майнинге, я же вам сказал до этого. Вы знаете, что такое слово? На жестких дисках, на видеокартах, на процессоре, на телефоне. Окей, а зачем вам акции Газпром? Дополнительный доход. Что, не помешает? Дополнительно. Сколько нужно вам зарабатывать дополнительно? Да полмиллиона бы нормально было. Около миллионов чего? Долларов, рублей? У нас в России рублей. Полмиллиона рублей. Прилично было бы, год хотя бы. Пятьсот тысяч, хорошо. Это в месяц, в год, в день? В год, конечно. В год, хорошо, замечательно. А на что вам нужны эти деньги? А какая разница? Ну как это? Я же вас не спрашиваю, на что вам нужно здесь. Зачем вы сидите и звоните? А что для вас деньги, скажите, Евгений? Вот что для вас деньги? А? Деньги для вас, это что такое? Ну вы говорите, как это, зачем? Это инструмент. Инструмент для чего? Это, ну для того, чтобы, как говорится, ну как вот без инструмента вы же работать не сможете, правильно? А с помощью инструмента вы можете какие-то свои цели преследовать, правильно? Вот. Вот вам ответ на ваш вопрос. А какие цели вы преследуете? На что вам нужны эти деньги? Это важно, зачем я буду вам это рассказывать? Это очень важно, потому что мы для вас разработаем стратегию работы, бизнес-план, по которому вы сможете зарабатывать свою желаемую прибыль. Поэтому я уточняю, у нас разные люди регистрируются. Кому-то нужно недвижимость покупать, кто-то бизнес развивает, кому-то ипотека, кредит. Ангары строить будем жесткие диски покупать. Или грибы выращивать, не знаю, там, или самолеты у вас будут в ангарах. Не-не, это как у китайцев стоят ангары. У китайцев стоят ангары. Угу, угу, там внимание-то не в ангарах. Окей, а какая сумма вам нужна, чтобы построить, ну, хотя бы один ангар? Только я-то узнаю, какая, я не приценивал. Вот хотя будет миллион. А, то есть это ваша мечта, это не реальная цель. Хорошо, давайте поговорим тогда о тех глобальных целях, которые не дают вам двигаться вперед и прийти к вашей мечте, начинать строить ангары, как у китайцев. На что сейчас денег вам не хватает, чтобы вы не можете начинать уже строить свои ангары? Ну как, нужно оборудование, сейчас нет оборудования. Если вы мне дадите оборудование, у вас есть выход на жесткие диски? Все есть, не переживайте, все дадим. Главное, чтобы вы стали партнером нашим. Это самое главное. А там уже все предоставим, мы в этом тоже заинтересованы. Хорошо. То есть я бы закупил сейчас у вас бы жесткие диски. Мне нужны от 8 терабайтов и больше. Хорошо, так сейчас вам нужны деньги на то, чтобы купить жесткие диски, правильно? Да не, но они дорого стоят, если бы мне подешевле найти их. А то в Китае стоят. Да дорого стоят. Ну дорого это сколько? 40, 50 тысяч, 67. Долларов, правильно? У нас рубли в России. Всего лишь 40 тысяч рублей? Да, да. Это дорого для вас? Ну он вообще стоил 16, так вот примерно. Что-что? Он 16 тысяч стоил. А что ж вы его не покупали за 16 тысяч? Так, это, майнинг был, как говорится, не актуален на жестких дисках на тот момент. А сейчас актуален и цена на него выросла. Биткоин в свое время был не актуален, но грамотные люди его покупали. А кто это? А теперь видите, как подняли деньги. А что за люди грамотные? Кто это? Да разные люди. Ну кто это? И китайцы, и европейцы, разные. Так вы говорите в общем? Или про конкретно? Да, в общем и целом. Ну в общем и люди в России покупали, кому надо купить было. Ну вот. Ну. А просто вы в антиграмотные люди про говорить было непонятно. В итоге вам нужны сейчас деньги, чтобы покупать жесткие диски. Правильно? Да, да. Какая сумма вам нужна? 40 тысяч рублей? Ну это один. А надо хотя бы, ну то есть тысяча терабайт примерно. Две тысячи терабайт. Так, и какая сумма вам нужна? Хрен не знает. Да много надо. Ну как это не знаю? Я не притянял. Считайте, какая сумма? 15-20 миллионов. Чем больше, чем лучше. 30 миллионов. 15-20 миллионов рублей вам нужно на приобретение данного продукта. Так? Да, да. Хорошо. Сколько вам не хватает до этой суммы? Да это не важно. Мне эту сумму надо заработать. Ну как это не важно? Ну подождите. Ну я сейчас трачу на вас свое время, чтобы вам разработать бизнес-план, чтобы подошли до своих истинных целей. Ну считайте, 15-20 миллионов не хватает. Не, подождите. Я считать ваши деньги не буду. Да как не будете? Это ваши деньги. Вы считайте. Говорите мне сумму, которую вам нужно заработать. Сколько вам не хватает? 15-20 миллионов. 15-20 миллионов. Так, вам эта сумма нужна. Сколько не хватает? Я же им сказал, что не хватает. Нисколько не хватает. Своей суммы не хватает? Ну вот мне такая сумма нужна хотя бы. Будем ангар покупать, будем покупать оборудование. Серьезно, Евгений, у нас базар, вокзал какой-то с вами получается, но я не понимаю. У вас мечта ангары строить, майнингом заниматься, как у китайцев там размножать что-то. Окей, супер, класс. Но это ваши розовые мечты. Какие сейчас у вас расходы по финансам нужно закрыть, чтобы вы могли уже собирать на свою мечту? Чего? Ничего, вы меня слушаете? Смотрите, какие расходы? Нет расходов? Какие расходы? Нет? А почему же вы тогда не строите ангар? Что вам мешает? Я сказал, не хватает такой суммы. Представляете, надо купить сразу оборудование, чтобы много закупить, надо ангар купить. А не хватает суммы почему? По какой причине? Куда же вы деньги тратите? А как, я закупал же еще дополнительные оборудования. Посмотрите, сколько стоит одна видеокарта. Посмотрите. Я не могу смотреть, я могу вас только слушать. Она в 20 тысяч поднялась, там, примерно, не знаю, тысяч 100, наверное, сейчас уже стоит, бешеных денег. То есть 5 или 10 раз, там некоторые еще больше. Хорошо, ладно. Давайте о более земном поговорим. Детки, семья есть у вас, на которых денежка нужна? Потому что дети – это главные потребители. Чем больше деток, тем больше денег нужно. Обеспечиваете семью? Конечно. Сколько штук детей у вас? Да это не важно, что вы, как говорите. Как это не важно? Вы не считаете, сколько у вас детей или что? Вы хватит. Алло. Не считаете, сколько деток у вас? На деле, это не важно. Как-то не важно. Вы не дорожите своими детьми, у вас их настолько много, что вам все равно, сколько их пришло домой. Одна штука или две или десять. Вам расскажут. А мне интересно, может быть. Не могу поинтересоваться, что ли? Я ж не робот, я живой человек. Вот интересно. Вы такой, видите, всесторонний человек интересный. Классно же разговариваем, общаемся, да? Ну да. Ну да. Вы один в семье работаете? Конечно. Или друг друга тоже работаете? Все работаем. Один? Да, все работаем. Все работаете или один работает? Конечно, абсолютно все. И дети работают? Да, да. Боже. А сколько лет детям, что вы их уже работать заставляете? Я говорю, не важно. Чего? Не важно, что вы приставили. Это я еще к вам не приставала. Не хватало, чтобы я к вам начала приставать. Евгений, хорошо. Немножечко разобрались. Вам нужно 20 миллионов на ваши ангары, там, жесткие диски и так далее. А вот сейчас в среднем вы зарабатываете плюс-минус 500 тысяч рублей, да? Ну... Кредиты и ипотеки вам нужно платить в банк? Конечно. У нас для таких клиентов есть выгодная программа «Кредит Стоп». Я далее вам объясню, как вы можете по этой программе максимально быстро закрыть свои долговые нагрузки в банке. Угу. Нужно вам платить кредиты и ипотеку? Да, да. Какие суммы вам нужно банку отдать по кредиту? 15 миллионов. Послушайте, Евгений, ну серьезно, уже столько времени на трубке. Давайте так, один простой вопрос. Вы оставили регистрацию с целью заработка или с какой-то другой целью? Ну, я в «Газпроме» рестрирую. Правильно. Вы оставили регистрацию по проекту «Газпроминвест» с целью заработка? Ну, в «Газпроме», да, в «Газпроме» именно в «Газпроме». Супер, класс. Вы можете зарабатывать деньги, свои дивиденды на трех потоках. Вы рекламу смотрели? Какой поток вы выбрали для себя? Да, 16 рублей там дивиденды. Какой это поток? Не знаю, я не помню. Как-то не знаете. Вы что, невнимательно смотрите информацию? Ну, второй поток очень. Чего? Второй поток. Второй поток это какой? Как он называется, этот поток? Я не помню. Ну, какие есть потоки у «Газпрома»? Есть «Северный поток», есть «Турецкий поток», есть «Сила Сибири». «Сила Сибири», к примеру, это поставки газа куда? В Китай. «Турецкий поток» — это поставки газа в Турцию. Ну, давайте. И «Северный поток» — это поставки газа в страны Евросоюза. В Евросоюз, давайте, да. Замечательно. Хорошо. Теперь скажите мне, вам как часто нужно обналичивать заработанные дивиденды по вашим долговым нагрузкам, чтобы эти платежи перекрывать, да, чтобы не уходить в просадку? Как часто вы хотите обналичивать заработанные деньги? Раз в два месяца, раз в месяц, каждую неделю? Каждый день лучше. Каждый день. Тогда я могла бы вам предложить «Поток Сила Сибири». Инвестиция данного портфеля начинается с 250 долларов, это 21 тысяча рублей. С этой суммы вы можете в среднем месяц зарабатывать от 10 до 15 процентов дивидендов на сумму своего депозита. Обналичивать прибыль у вас есть возможность каждый день. Вам такой вариант подходит? Ну да, да, нормально. Хорошо, может быть вопросы какие-то возникают по данному потоку. Задавайте. Сейчас я буду заходить, смотреть. Изучать информацию буду. Изучать информацию? Да, да. Ой, да, Евгений. Это знаете, это все равно, что вам сейчас дай китайскую грамоту и скажи, садись, Женька, учи китайскую грамоту. Вы сами выучите? Вряд ли. Для этого вам нужен учитель, правильно? Ну сейчас буду разбираться, тогда попозже звоните. Вот как раз таки, когда вы станете партнером компании, у вас и будет возможность изучать информацию, получать ответы на свои вопросы. Активация торгового депозита дает возможность вам стать партнером компании, получить данный проект и попасть в аналитический отдел к человеку, который сможет вас как обучать, так и помогать вам в нюансах по торговле, по информации. Все хорошо, сейчас буду заходить изучать. Давайте пробовать тогда активировать ваш торговый депозит. Не, не, вы попозже позвоните, я сейчас зайду в Силу Сибири. Конечно. Конечно, я вам буду звонить, когда вы попросите, потому что вы вип-клиент, который платит деньги за данную лицензию по проекту Газпром. Конечно, буду звонить. Хорошо, все, перезвоните. Обязательно. Евгений, вы серьезно? Вы один из тысячи людей, которые желают зарабатывать. У вас социальная регистрация. К счастью, так как денег у вас нет, вам повезло. Вам не надо платить 2000 евро за лицензию по данному проекту. Да я заплачу, фиксирую. Да откуда у вас деньги, аксити, чтобы заплатить 2000 долларов? Если бы у вас были деньги, вы бы не регистрировались по рекламе, а пришли бы в Газпром, купили бы часть акций. Так вы бы напрямую пришли и заплатили бы аналитикам. Купили бы часть акций, получили бы лицензию. Вы бы могли себе это все оплатить. А так как у вас нет денег, вы регистрировались. Вы аналитиков в Газпроме купите. Да? А что вы думаете? Они там пастучно продаются? Интересно, по чем продаются? Не знаю, сходите, узнайте. Если вам там, конечно, дверь откроет. Вы говорите, значит, вы там уже знаете. Я не говорю, я говорю. Говорю. Вы точно не из Украины, нет? Говори ты. А средства или средства? Средства или средства? Средства. Средства, правильно, да? Правильно? Средства. Что еще хотите сказать? Или средства. А вы как думаете? Я вам только что ответила, как правильно. А как вы считаете? Средства. А? Средства. Да что вы? Или средства. Или средства, да? Ну, смотря как строить предложение, да? Вы точно не с Украины? Поворот. Что вы говорите? Говорок в Украине. Я вас не слышу. Что? Алло. Алло. Откуда звонок происходит? В какой страны? Давайте-ка по чесноку. По чесноку, Таллинн, Эстония. Ну, давайте сами. Какой там язык местный? Давайте на местном языке общаться. Вы хотите изучить эстонский язык? Тогда вы не по адресу обратитесь. Ну, а вы хоть знаете хоть пару слов, так хоть вообще? Нет, не знаю. Ну, а как вы там находитесь? Ну, а как? В Эстонии нет русских людей, что ли? Я работаю в компании, в русскоязычном отделе. Ну, улица какая? Алло. Что? Какая улица? Танер-Мая. Ну, пересечение каких улиц? Что? Пересечение каких улиц идет? Послушайте. Вы на чем на работу едете? На работу на чем едете? На ауди-ТТ езжу. Ну, вот. Проспект, какой идет проспект? Каких улиц пересечения? Евгений, вы хотите узнать инфраструктуру Таллина? Ну, где вы находите? Откройте гугл и почитайте. Так вы не знаете, где находятся, да? А как максимум? Не знаете, где находятся. Забыли? Я вам объяснила, где я нахожусь. В городе Таллин. Улица Танер-Мая. Да, да, пересечение каких улиц идет? Какой квартал? Пересечение каких улиц? Послушайте, а вам не кажется, что мы с вами сейчас говорим не о работе? Вы, вообще-то, оставили регистрацию по поводу заработка. Так где откуда вы звоните, я не понимаю? Где вы находитесь, адрес скажите? А вы Евгений. Я вам уже сказала. Ну, какие пересечения какие? Ну, зачем мне это нужно? Эта информация стоит денег. Это вам надо купить себе тур в Таллинн, приехать и посмотреть на пересечения данных гугл. Да это вам бы надо купить. Находите даже не знаю где. Вряд ли вы сюда приедете, правда? Как вы там правила дорожного движения сдавали? Поэтому вы бесплатно регистрируете, чтобы узнать языка. Вы правила дорожного движения на русском языке сдавали, да? Ладно, поговорите, поговорите, я вас послушаю. На русском языке правила дорожного движения сдавали, да? Я вас послушаю, вы когда договорите. На русском языке сдавали, подожди. Вы когда договорите, я продолжу. Давайте поговорите, чтобы мы ни сон не разговаривали, а то это как монолог у нас с вами какой-то. На русском языке сдавали. Подожди. Все, я могу продолжить? Да, можно? Спасибо. Евгений, смотрите, я бы вам советовала, если вы желаете посмотреть мир, действительно заняться правильной работой, зарабатывать для этого денежку. Ездить по миру, изучать страны, инфраструктуру, там климат, что вас еще интересует, я не знаю, пересечения проспектов и улиц. На это зарабатывать нужно деньги. Для этого найдите себе хорошую, достойную работу, а не вы просто регистрацию оставляете. Хорошо, я пошел. Я-то понимаю, с какой целью вы зарегистрировались, но я хочу вас... Вы не отпускаете, я пошел уже. А я вас не держала. До свидания, до свидания. Я пошел искать, правильно сказать. Ну, до свидания. Давайте. Почему вы до сих пор не сходили? Да вот, блин, надо, вот вы сказали сразу, все, спасибо. Что я сказала? Подсказали, а вы идите, я пошел работу искать, а вы идите узнавайте, где вы находитесь, на каких улицах. Так я знаю, где я нахожу. Надо вы выучить улицы. Вы узнали, на каком месте вы находитесь. Ну, в какой квартал. Или в каком месте вы находитесь. Это какой квартал? Квартал какой? А зачем вам эта информация? Она вам денег принесет? А, вот что. Ну, идите изучайте, а потом, когда изучите, перезвоните. А я вам скажу про работу. Так а зачем мне вам перезванивать? Скажите, с какой целью вы получите мой звонок? До свидания. С какой целью вам нужен мой звонок? С какой? До свидания тоже. Вам сказать больше нечего. Ложите трубку, давайте. Давайте, да. Вам бы узнать надо. Ну так, а с какой целью вам нужен мой перезвон? Я не понимаю. Да я не прошу. Просто если перезвоните, скажите. Улицы хоть изучили. А то не знаете, на каких улицах. Это не моя компетенция вас сопровождать. Я не гид. Вы немножко перепутали. А право эстонские есть? Вы оставили контакты, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому мы вам и перезвонили. Вы когда право давали, там русские давали? И быть для вас гид-экспертом, понимаете? В русский язык. Если вы хотите знать больше о Таллине, приезжайте в Таллинн, закажите себе экскурсию, поездите, посмотрите. На русском языке в Таллине сдали на право. Вам на русском право выдали, да? Ну вот послушайте, почитайте там Google, YouTube, где вы там любите информацию смотреть. Ну вы не знаете, да? Я вам не буду давать такую информацию, зачем на это тратить время. Я вам немножко рассказала о проектах, на которых вы можете зарабатывать. У вас непосредственно по данным проектам есть какие-то вопросы? Да нет вопросов, мне время... Зачем вы мое время тратить? У вас нет вопросов. Давайте не тратить время, давайте тогда отслу переходить к действиям. Давайте пробовать, подавать запрос на банк. Банк проверит транзакцию, проверит вас как клиента для компании, чтобы мы понимали, что мы вообще можем с вами работать. Да нет, нет, я говорю, все, давайте, до свидания. Хорошо, если вы отказываетесь, тогда укажите причину. Я удалю вашу регистрацию, больше вам не будем звонить. Не сказать, с незалежными не звонят, и поэтому я отказываюсь работать с ними. Кто вам звонит еще раз? Незалежные. Что вы не понимаете, что ли? Кто? Незалежные. А что это такое? Я не понимаю. Ну вы оттуда звонок приводите, поэтому, как говорится, отказываюсь с этими людьми работать. Так я не понимаю, вы можете на русском языке разговаривать? Так вы кто? Вы же стонет. Вы же стонет. Кто вам звонит, я не понимаю. Вы мне говорите, мне звонят, поэтому... Я не понимаю, что вы говорите. До свидания, женщина. Мужчина, послушайте, вы можете указать адекватную причину? Я вам не сказал. Что вам не подошло? Мне звонят незалежные, поэтому отказываются работать. А что это за слово? Мне звонят, а что... Я не поняла это слово. Незалежные. Незалежные. Улица незалежная. А что это такое? Ну вы же назвали, правильно? Я же по-русски сказал. Вы по-английски мне, по-эстонски. Нет, я не могу понять название улицы. Это где такая улица? Ну посмотрите, вы же мне про Яндекс, про Гугл. Вот напишите там незалежные. Я не понимаю, вы отказываетесь работать. Там какое-то слово придумали. Слушайте, ну это не причина, я не смогу просто так... Да это не придумал, какая улица есть, кстати. Смотрите. Потом перезвоните, найдете когда-то. Так послушайте, ну вам и так будут перезванивать, потому что мы не можем без причины удалить регистрацию. Давайте так, вы вообще разобрались, как и на чем вы сможете зарабатывать. Да мне некогда сейчас, говорю. Да есть у вас время, господи, вам таргет надо закрывать, успокойтесь. Вы разобрались, на чем вы можете зарабатывать? Я говорю, нет времени, понимаете. Я говорю, с вами не готовы сотрудничать. Времени на что нет? Чтобы разбираться, на чем можете зарабатывать? Не готовы сотрудничать. Вот, тогда классно. Тогда мы вам можем подключить автоматическую торговлю. Будете работать в онлайн режиме, вместо вас будет торговать робот. Подходит такой вариант? Нет, не подходит. Не подходит, хорошо. А какой вариант вы для себя выбираете? С вами никакой, абсолютно. Так вы со мной лично работать не будете? У вас будет свой личный финансовый аналитик, у вас будет эксперт, персональный менеджер. Вы будете с ними работать? Нет, и с ним не буду. На чем вы будете зарабатывать? Вы понимаете, с условием данного проекта? Я говорю, с вами не готов сотрудничать. Я вам, я у вас не спрашиваю, со мной готовы, не готовы. Слава богу, со мной не надо, я вам робота предоставлю, пускай робот с вами работает. Там ни с кем общаться не нужно, просто робот будет торговать, а вы будете следить за сделками. Да и все. Но, а принцип заработка вам понятен? Я говорю, я с вашей компанией не готов сотрудничать. Не надо с нашей компанией. Мы звоним вам, чтобы вы понимали, как и на чем вы сможете зарабатывать. И если вы будете понимать, тогда, может быть, активируете счет. Если нет, скорее всего, вы не понимаете. Или остаются какие-то вопросы, поможем вам в этом разобраться. Хорошо, позже перезвоните. Будем разбираться. Позже не могу, мы сейчас с вами прекрасно общаемся. На чем вы сможете зарабатывать? Как вы для себя понимаете? Ну, я говорю, с вами ни на чем. Да не с нами, а в целом и общем на финансовом рынке. На чем люди зарабатывают? Я не знаю, на лохах, я думаю. Ну, вы на лохах, я не я. Я на своем. Ну, вы на лохах зарабатываете. Нет, смотрите, на финансовом рынке люди зарабатывают на контрактах на разницу в цене. Покупают контракт подешевле, продают подороже. Разница, это есть прямой доход. Ну, CFD перевод, CFD перевод какой? И в CFD контракты, контракты на разницу в цене. Конечно. Так же, как и банки на вас зарабатывают. Ну, по-русски как? На данный момент, к примеру, ваш банк уже торгует с вашими деньгами. То есть на финансовых рынках. Деньгами. Деньгами или деньгами? Деньгами. Деньгами. До свидания, женщина. Да, мужчина. То есть принцип работы немножечко понятен, да? Угу. У вас закончились аргументы, словарный запас, почему молчите? Я говорю, давайте переключать разговор, что непонятно. Говорить вы будете так своей жене. Со мной, пожалуйста, нормально, разговаривайте вежливо. Договорились? Соблюдайте субординацию, потому что вы оставили контакты, вы побеспокоили нашу компанию. Теперь ведите себя как мужчина. Можете через суд взыскать. Что-что? Через суд можете взыскать за беспокойство. Зачем? Как зачем? Погорадий. Тратить на вас еще свои силы. А то вас потревожили. И так взыщем. Вас уже, скорее всего, взыскали. И не один раз. Да? Угу. Ну вот. Вот мы и разобрались. Угу. Поберегите лучше свои силы, я не знаю, для работы нормальной, для супруги, для деток. Хорошими HELPами. А вы там тоже вот этим занимаетесь, да? Там товары присылаете, да? Чем занимаемся? Товары рассылаете, да? Мы ничем не занимаемся, мы зарабатываем на инвестициях. Товары продаете через интернет-магазин. Какие товары? Через интернет-магазин. Что-что? Через интернет-магазин, правильно? Какой интернет-магазин? Ну вот есть этот, алтайские ножи. Это ваш сайт, да? Кто? Алтайские ножи, ручная работа. Субтитры сделал DimaTorzok